В данном уроке я расскажу вам об объекте камера и ее настройках. Вот она у нас находится в нашей сцене по умолчанию. Я ее сейчас выделил. И сразу же я переключился на вкладку камеры. Если мы выделяем камеру, у нас появляется вот такая вкладочка, значок камеры. И перейдя на нее, здесь собраны все настройки для данного объекта. Также, чтобы перейти на вид из камеры, необходимо нажать 0 на цифровой клавиатуре. И мы переходим в ту область, которую видит камера. Сейчас оранжевым она у нас выделена, так как она выбрана. И все, что попадает в данный прямоугольник, будет отображаться на финальном рендере. Я нажимаю F12. И все, что мы видели в области камеры, у нас появилось на финальном изображении. Вернуться назад можно с помощью F11, либо клавиши Escape. Также я добавил здесь 5 кубиков для демонстрации. И теперь давайте же рассмотрим ее настройки. Перед этим еще покажу, как ее добавить. Если вы вдруг камеру удалили из сцены, то так же, как и все объекты, можете нажать Shift плюс А. И вот у вас здесь доступна камера. Также она находится здесь в меню Add. И здесь Create. Вот она, в самом низу камера. И теперь давайте разберемся с настройками. Здесь присутствует всего 4 основных меню для камеры. Настройки линзы. Настройки самого типа камеры. Различные дополнительные отображения. Названия. Вспомогательные линии. И настройка глубины резкости. Итак, настройка линз. Первый тип у нас стоит сейчас перспективная линза. То есть, так как мы сейчас видим объекты, как в реальном мире нажимаю F12, точно так же они отображаются на рендере. Если измениться на ортографическое отображение, линии параллельные теперь никогда не пересекаются. И объекты у нас уже выглядят следующим образом. Подходит для изометрических рендеров и всевозможных чертежей. И так же тип Panoramic. Здесь есть так же три типа, среди которых можно выбрать. И здесь уже, если мы нажимаем F12, то видим, что камера захвачивает значительно большую область. И наши кубики видны лишь в центре изображения. То есть, здесь вы сразу же можете переключиться на тип камеры. На каждом типе, как видите, появляются свои настройки. Вот на перспективном отображении есть параметр фокусного расстояния. По умолчанию установлен 35 мм. Здесь также можете изменять единицы измерения. Вы можете регулировать данный параметр и, соответственно, изменять область захвата камеры. Далее идет параметр Shift. Он смещает область видимости камеры по осям X и Y. То есть, это точно так же, как если перемещать камеру по оси X. Я сейчас просто ее сдвигаю. Видите, камера видит уже, соответственно, другую область. А если я перейду на вид сверху, то вот видно, камера находится на месте. Но регулируя данный параметр, она ездит по оси X справа-влево. Лично я данной настройкой никогда не пользуюсь. Но если вам необходимо подвинуть на какое-то расстояние камеру, можете воспользоваться данными пунктами. Параметры Clipping. Start и End. Это область видимости камеры в начале и в конце. То есть, с какого расстояния камера начинает видеть ваши объекты и на котором заканчивает. Для демонстрации я отмечу пункт Limit. Сейчас выйду из камеры. Вы видите, появилась вот такая линия. И если я сейчас буду увеличивать параметр Start, то мы видим, что данную область камера не видит. Если я сейчас вернусь на вид из камеры, буду продолжать увеличивать. Видите, пропадает из области первый куб, затем второй и так далее. Выполняем рендер. И камера у нас абсолютно не видит первый объект и часть второго. Ну и точно так же параметр End. Здесь вернем назад. Тут выставим 10 сразу. Чуть-чуть увеличу. Если параметр End установлен в 13, то мы видим первый куб, часть второго и дальше все, что находится за камерой, она не видит. Таким образом, вы можете с помощью данных двух параметров регулировать, насколько далеко, либо насколько близко должна видеть ваша камера. Уберем пока данный пункт. Здесь в меню камера оно вам подойдет. В случае, если в данном списке у вас присутствует одно из данных устройств, то здесь изменяется тип самого фотоаппарата. Вот здесь есть параметры Nexus 5, Nikon. То есть, если у вас фотоаппарат Nikon D3100, либо мобильный телефон Nexus 5, вы сразу же можете его выбрать. И у вас данные параметры сенсора подстроятся так, как они настроены в данном устройстве. Если же в данном списке отсутствует тот фотоаппарат, который у вас присутствует, вы можете нажать плюс, ввести свои параметры, вы также можете их регулировать уже у существующих настроек и сохранить под своим названием. И таким образом, вы просто выберете, например, Canon 11.00D, и у вас сразу же выставятся те параметры. Вот видите, focal length, ширина, которые у данной камеры. Вернувся назад. Далее меню display. Здесь мы уже поговорили о параметре limits. Он также отлично подходит при настройке фокусного расстояния. Сейчас мы, наверное, пропустим данный пункт меню. Я здесь отмечу лишь пункт limits. Это он включает вот эту линию из камеры. И поговорим о глубине резкости. Ну вот сейчас я сразу же настрою глубину резкости. Например, на данном объекте я выбираю здесь фокусный объект куб. Здесь сейчас изменю параметры. Night stop. Вот делаю рендер. Видите, первый объект у нас четкий. А далее идут такие более смазанные. Я сейчас еще уменьшу данные значения. Еще сильнее видно. То есть последний пятый куб у нас вовсе размытый, плохо виден. А передний видно четко. Это мы настроили здесь в данном меню глубину резкости на данном объекте куб. Также можно регулировать глубину резкости с помощью данного пункта, указывая дистанцию. Я отметил пункт limits. У нас здесь на камере появился вот такой плюсик. Я увеличиваю данный параметр. И вы видите, как данный плюсик отдаляется от камеры. Я его навожу, например, вот сюда, на начало первого объекта. Делаю рендер. И мы также видим, что данный куб четкий, а остальные более размытые. Я увеличу еще сейчас так на глаз параметр. Снова рендер. Видим уже и второй куб более четкий. И начиная где-то с третьего, с четвертого уже происходит небольшое смазывание картинки. То есть вы можете, регулируя данный параметр с отмеченным пунктом limits, указывать, в каком месте должна фокусироваться ваша камера. Здесь вот этот второй пункт меню – это настройки самого фокуса. Здесь вы указываете числовое значение размытия и так далее. Ну и также здесь можете указать либо объект выступает в качестве фокуса, либо указать до него дистанцию. Пункт limits мы уберем. Также здесь есть пункт Mist. Вот он такую линию показывает. Это в случае использования тумана в блендере. Он показывает дистанцию, на которой видит ваша камера. Здесь мы на нем более подробно останавливаться не будем. Он схож с параметром limits, только подходит для тумана. Теперь перейдем на вид из камеры. Параметр Save Area. Видите, появляются такие штрих-пунктирные линии внутри камеры. Как сказано в описании, они отлично подходят, например, для позиционирования текста. Если вам необходимо расположить какие-то надписи, вы можете их выравнивать строго по этим линиям. Отметим пункт Sensor. Видим, здесь появилась такая рамочка. Сейчас камера видит лишь данную область, но если мы здесь в настройках камеры будем регулировать какие-то параметры, вы видите, что эта рамочка регулируется. То есть, насколько я понял, это размер непосредственно самого сенсора камеры, а данная область это лишь то, что будет видеть данный сенсор. Ну, я также данной опцией никогда не пользовался, поэтому особо не могу сказать, для каких целей она может быть полезна. И параметр Name, он здесь просто внизу отображает название вашей камеры. И здесь еще настройки. Здесь вот вы можете выбрать пункт, например, центр. У вас появляются такие штрихпунктирные линии, указывающие центр камеры. То есть, если вам необходимо как-то расположить камеру в вашей сцене, чтобы фокус падал в определенные углы, здесь есть специальные параметры, вы их можете сразу несколько отмечать. И, например, позиционировать важные объекты в местах пересечения данных линий. Здесь, я же говорю, несколько предустановленных параметров вот таким образом. То есть, вы можете взять камеру и располагать ее так, чтобы ключевые моменты происходили на пересечении данных линий. Параметр Size, это просто, вот вы сейчас видите в окне 3D вида камеру, вы можете увеличивать, уменьшать данный параметр. Увеличивая, либо уменьшая размер самой камеры. То есть, перейдя на вид из камеры, разницы никакой. Она просто больше отображается. Если она вам мешает, вы можете уменьшить ее, чтобы ее практически не было видно. Либо наоборот увеличить, чтобы было проще ее находить. И вот этот параметр включает-выключает затенение по углам камеры. То есть, видите, сейчас данный пункт отмечен. Я регулирую параметр альфа. Если он единица, то за пределами камеры вовсе ничего не видно, все черное. Ну и параметр 0 точно так же, как будто если бы он был отключен. По умолчанию здесь стоит 0,5. И таким образом вы можете настроить, чтобы проще было ориентироваться, что камера видит, что нет. В случае, если она, например, не выделена, она тогда стрихпунктирными линиями. И за счет затемнения четко видна центральная ее часть. По самим настройкам рассказал все. Данный пункт Custom Properties, он пригодится в случае, если вы уже знакомы с языком программирования. И по поводу позиционирования. Саму камеру, как и все объекты, можно двигать по оси, по всем трем осям вращать, масштабировать. Но также есть удобные способы навигации. Получить к ним способ можно с помощью меню View. Вот они, Navigation. И здесь есть Fly Navigation и Walk Navigation. Fly Navigation это старый способ, он уже давно существует в Blender. Вы выбираете его. Видите, появились такие квадратик в центре. Прямоугольник, точнее. Если я навожу мышку за область данного прямоугольника, моя камера начинает перемещаться в ту сторону. Также я могу нажать клавишу W. Моя камера начнет перемещаться вперед. Вот, там, два раза нажал, она быстрее начинает перемещаться. Нажму S, она остановится. Еще раз S нажму, начнет передвигаться назад. Таким образом, на виде из камеры вы можете ее вот так настраивать. И второй режим, он появился в Blender 2.7, как раз Walk Navigation. Здесь сразу же появляется такой плюсик. Я вращаю мышку и камера сразу же туда перемещается. Также с помощью W, A, S и D я могу двигать камеру. Если я сейчас наведу ее на какой-то объект и нажму пробел, я сразу же перемещусь туда к нему. Это называется данная опция телепортация. И так далее. По умолчанию у меня на горячее сочетание клавиш Shift плюс F установлен вот этот как раз режим, второй Walk Mode. И я могу с помощью стрелок вот так перемещаться по сцене. То есть быстро, легко, удобно позиционировать камеру. До появления этой настройки еще можно было сделать так, нажать клавишу N. Здесь есть меню, вот View. Отметить пункт Lock Camera to View. И теперь я так же, как перемещался в окне 3D-вида, с помощью зажатого колесика мышки могу вот так вращать на виде из камеры. И тем самым моя камера физически перемещается. Вот я переместился сюда, выхожу из вида из камеры. И все, она у нас была здесь, теперь она находится там. После того, как вы настроили камеру так, как вам необходимо, вы снова убираете данный пункт. И все, и теперь уже у вас камера стоит на месте, и вы перемещаетесь по 3D-сцене свободно, без нее.